На этой выставке мы представили то, что произошло, в том числе за последнее время, и те изменения, которые происходят в Содорске неслучайно. Вот большой стенд представлен российскими космическими системами, то есть та работа, которая была сделана по цифровой фабрике, переход на цифровое проектирование, по импортозамещению. И одновременно во второй части представлены результаты космических деятельностей, которые представляют те изменения, которые произошли в группировке космических аппаратов, которая фактически была за последние 2-3 года сформирована, и дает новые возможности. И положила начало реализации проекта «Цифровая земля», о котором в мае мы докладывали президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. И здесь мы видим, что действительно работа ведется, вы можете посмотреть результаты. И также подтверждаем, что по этому проекту, так как мы и обещали, Крым и Ростовская область, мы закроем все вопросы по формированию необходимых данных уже в этом году. И к 2020 году получим все необходимые данные по всей территории Российской Федерации. Это мы надеемся даст мощный стимул развития сервисов в области дистанционного заделывания земли, и улучшить наше представление, знание о том, что происходит в России. После длительного периода мы возобновляем российские лунные программы и миссии, и в 2019 году Луна-25 представит нам работу. Действительно, серьезные изменения происходят, вы все видите. Мы пришли к выводу, что на самом деле назрела необходимость в быстром развитии производства ракет-насильной «Союзской Федерации». Многие сомневаются по срокам, что действительно мы декларировали 22-й год, это первый пуск космодром Байканон. Но опять же, ровно те же, мы испытываем те же причины. Серьезное давление со стороны конкурентов, которые все более активно и агрессивно ведут и маркетинговую политику, и выходят на рынки в пусковых услуг, завоевывая все более и более серьезные позиции. И с другой стороны, у нас есть решимость предприятий промышленности и участников проекта сделать это практически невозможно и к 22-му году обеспечить первый пуск ракет-насильный «Союз». Нам также приятно, чтобы сказать, что с точки зрения космической инфраструктуры у нас есть возможность, и мы поддержаны нашими казахстанскими партнерами по развитию космодрома Байканон. И надо сказать, что они выразили готовность и политическому уровню приняли решение об участии в финансировании и развитии космодрома Байканон и создании, скажем, модернизации на базе стартового комплекса «Зенит», стартового сооружения и наземной инфраструктуры, которая обеспечит первый пуск в 22-м году. Ракет-насильный «Союз» теперь. Ракет-насильный «Союз»